Магазины закрыты, производство приостановлено. Малый и средний бизнес принимают удар от введенных карантинных мер. По режиму работы предприятие регулярно поступает просьба с разъяснениями по трудовым отношениям, по организации кооперационных связей. Это испытание на уровне 2008 года. В том кризисе чувашский бюджет пострадал на 3 миллиарда рублей, только в части налогов. Сейчас прогнозы экономистов тоже неутешительны. На химпредприятиях ожидается рост цен на сырье. Впрочем, это касается всех, кто закупает импортные составляющие. В стройиндустрии остались только 4 предприятия. Остальные вывели рабочих на незапланированные выходные. Это может сказаться на сроках сдачи объектов – жилых и социальных. На этом фоне более оптимистично выглядят сельхозпредприятия. Они переходят на двухсменную работу, увеличивая запасы крупы и макаронных изделий. В этой ситуации поддержка предприятиям будет осуществляться и на федеральном, и на региональном уровнях. В Чувашии разработан план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. В качестве ключевых направлений следующее. Обеспечение товарами первой необходимости поддержки населения, поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска содействия развития малого среднего предпринимательства. Пристальное внимание уделяет ситуации на рынке труда в плане заложенных мероприятий, опережающих профессиональное обучение трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения и возмещения работодателей расходов на частичную оплату труда работников в число уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работника. Вектор поддержки бизнеса обозначил в своем обращении Владимир Путин. Это и отсрочки по налоговым платежам и изменения ставок по страховым взносам. Конкретные меры и формы сейчас разрабатываются, а пока для предприятий есть возможность перестроить свои мощности под постоянный спрос, например, на средства защиты. Во-первых, определить совместно с предприятиями те мощности, которые можно было бы загрузить. Первое, напрямую. Второе, те мощности, которые можно было бы оперативно переориентировать на решение тех задач, которые стоят сегодня на переднем плане. При этом, если производство превысит внутренний региональный спрос, будет возможность поставлять товары и за пределы Чувашии. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.